Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Виталика и Ангелина. Вернее, о канале Ангелины. Ангелина Насибулина. И обсудим очередной видеоролик. Ну, и больше, может быть, саму Ангелину. Ну, не обсудим, а поговорим о ней. Значит, после того, как она нам показывала чужие грядки, чужой огород, чужие сараи с живностью, она таки решила разобраться на своем огороде. Но прежде она нам рассказала, что как-то не очень себя хорошо стала чувствовать и чувствует какую-то слабость непонятную. Значит, решила провериться в больнице, поехала, назначили кучу анализов, записали к травматологу, к гинекологу. И вы знаете, вот правда, да, как-то выглядеть она стала очень усталой. И если раньше, когда она была, ну, такой пышкой, толстушкой, ну, я не скажу толстушкой, потому что, вот да, сколько я не делала обзоров на канал Виталики и Ангелина, я постоянно вот говорила о том, что, вот, допустим, мне, да, ну, никогда она не выглядела уж прям с каким-то очень большим избыточным весом. Хотя, знаете, вот то, что когда она ела, было заметно, что у нее все-таки есть какая-то зависимость от еды. И, может быть, может быть, психологически она сама не могла остановиться. И то, что она там начинала какие-то диеты, не очень придерживалась их, и спорт, и все это она не могла удержать. Поэтому, наверное, еще и все вот эти, да, комментарии, которые писали постоянно о том, что она толстая. И, ну, наверное, как-то давали о себе знать, ей психологически это не нравилось, ее это давило, ее это мучило. И заметно было, ребят, было конкретно заметно, что она от еды зависима. Изначально, с самого начала их открытия канала, где еще, вот, помните, это шаурма, эти пиццы, когда она готова была вот глазами все съесть, это было, конечно же, заметно. Венешне я не скажу, что прям-таки она безобразно, ужасно выглядела. Ну, да, она поправлялась со скоростью. Но, вы знаете, не в этом дело, не в этом дело. Хотя, в этом тоже дело, потому что она молодая девчонка. И, как бы, все равно, как ни крути, возможно, ей хотелось бы и родить. Хотя, тут, знаете, тоже вопрос, ну, вопрос другого характера. И, ну, вот, возможно, из-за этого она и решила, да, сделать операцию для того, чтобы, ну, уже не иметь возможности столько есть. Но сейчас не видно вот этого счастья в глазах, не видно того, что она радуется жизни. И какая-то поникшая, какая-то действительно усталая и уж очень сильно похудевшая, да. И это заметно. Я не знаю, по той ли причине она такая похудевшая, что действительно как-то сыграла роль операция. Либо у нее какие-то другие причины на то есть. Может быть, у нее, ну, действительно какие-то психологические проблемы, депрессии, стрессы. Ну, кто залезет внутрь человека в психологию? Нет же. Но я, опять же, хочу сказать, что ничего не изменило это похудение. Как для меня ее внешность была, наоборот, как-то немного интереснее, нежели сейчас. Но внешность в ней не имеет никакого значения. Какая она была внутри, такая она и осталась. И, вы знаете, прочитала я комментарии у нее на канале от Людмилы Кобзар. И я его перевела. И да, комментарии действительно дельные. И в нем что-то есть. Конечно же, не все, но что-то есть. И вот первые строки, что до операции вы все время счастливо улыбались и светились энергией. И после операции начинайте выглядеть, как будто вам так больно, и вся энергия полностью отключается. Действительно, это так и есть. Но, опять же, до операции она улыбалась. У нее, наверное, был какой-то смысл в жизни закупиться продуктами, что-то приготовить, поесть. Возможно, эта цель и была. И, возможно, эта психологическая зависимость была. Сейчас, может, зависимость осталась. Но возможности поесть где-то, купить какую-то вкусную еду и что-то приготовить чисто для себя уже нет. И поэтому не такой уж и интересный сейчас у нее смысл жизни. И поэтому она такая поникшая. Возможно, нет таких друзей, с которыми она могла бы общаться на своем уровне и получать от этого удовольствие. Возможно, не хотят иметь какое-то такое тесное общение с ней. Но, знаете, в психологию человека, опять же, повторюсь, не залезешь. А такая жизнь, как с Виталиком, где вот эти вот алкостримы, где ему абсолютно наплевать на нее. Ну, разве они приносят счастье? И не знаю, но как-то, с одной стороны, порой бывает ее и жалко. Она и снимать-то не может ничего толком интересного. Вы знаете, вот такие вот эти оборванные куски, что вот то сделала, вот это сделала. Поставила, да, штатив. Говорит, пойду поставлю штатив и буду полоть картошку. Как она ее там полола, прополкой это тоже не назовешь. Она побила тяпкой эту траву, и эта трава там осталась лежать. И говорит, потом будем окучивать. Получается, они еще должны убрать эту траву. Почему сразу ее было не убрать, а потом не окучивать. И почему сразу не полоть и сразу не окучивать, тоже вот как-то тоже непонятно. Да, показала дальше она там свои огурчики или что она там тыкву показывала. Зачем купила семена огурцов снова непонятно. Для чего их, когда уже в это время нужно собирать урожай огурцов, она только собирается садить огурцы, сеять их. Причем, ну, как бы долговато они еще и всходить будут. Обзавелись этими животными. Купили сначала собаке диван, потом посадили его на цепь. Смотришь, блин, и душа разрывается. Не умеют совершенно воспитывать собак. И прежде чем заниматься воспитанием, ну, не то чтобы воспитанием даже, приобретать собаку, нужно изучить породу, нужно изучить все от и до, чтобы потом понять и принять, ты сможешь воспитывать эту собаку или нет. А то, получается, Оскар до ужаса у них невоспитанный. И вот жалко, сидит на цепи пес, и никому до него нет дела. И вы знаете, что хочу сказать, что вряд ли бы кто смотрел вообще Ангелину. Она неинтересна как блогер совершенно. Ну, смотрит ее только благодаря каналу Виталик и Ангелина. И ее отдельные влоги без Виталика. Только поэтому и смотрят бабушки, которые готовы отдать последние деньги Витальке. И жалеют его, но, видимо, не смотрят и не видят его алкостримы, от которых он потом неделями отходит и начинает что-то делать и снимать. Ну, и с такой же охотой потом тратит деньги с дохода по алкостримам. Ну, потому что сейчас у них единственный доход. Бухать, бухать, еще раз бухать. Ну, это к Ангелине, конечно, не относится. А потом уже тратить. Потому что, ну, а как они будут зарабатывать? Что, они пойдут впахивать физически? Да нет, они уже настолько привыкли иметь блогерский доход, что сейчас у них выхода нет. Только лишь вести алкостримы, что у Витальки больше всего получается. Потому что обычные стримы дохода не приносят. А стримы у Ангелины, они вообще такое себе. Да и работать она не особо любит. Даже глядя на ее огород, не скажешь, что она трудолюбивая. Потому что огород, собственно, в траве. И там, где она показывала еще и фасоль, говорит, посадила, там вообще сплошная трава. Такое чувство, что она садила и сеяла семена, да, в траву. Ну, и про геля хозяюшка, то хозяюшка такое себе. Опять же, не любит она ни работать, не любит она и хозяйством заниматься. Ну, здесь, знаете, все мы разные, опять же. Ее не приучили с детства этим заниматься. И о детстве своем она рассказывала. И где она чему могла научиться, когда у нее не было абсолютно никакого желания. Поэтому, ребят, как-то так, да, канал. Ну, знаете, сейчас, наверное, такие каналы в почете. Потому что людям нужен трэш. Людям нужно смотреть что-то скандальное. Что-то такое, что вызывает, наверное, шок, а не восхищение. Вот я все время задумываюсь, думаю, столько есть интересных каналов, да. Действительно интересных, где есть чему поучиться, где есть что посмотреть. И просто смотришь, да, и наслаждаешься. Но на этих каналах почему-то нет таких просмотров. Нет такой активности. А там, где реально трэш, пьянство, тунеядство, попрошайничество. Вот там сумасшедшие просмотры. Почему вот так вот получается? Где что-то интересное, никто не смотрит. А где смотреть нечего, один ужас, вот туда и прутся. Да, такой у нас народ. Всем нужен скандал. Всем нужен какой-то горячий контент. Ну, как-то так, ребят. В общем, буду заканчивать. Оставляйте свое мнение в комментарии. Пишите, что думаете вы. Ну, а я буду заканчивать. И, как всегда, желаю каждому из вас наипрекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok